всем привет ребят с вами шин и даром и сегодня я хотел бы записать небольшой обзорчик может быть кому то будет интересно в общем несколько покрышек передних это у нас скорпион пирелька scorpion mx soft 410 пирели scorpion mx extra x и mitos c19 почему решил записать этот обзор потому что ну покрышки внешне очень похожи вот если присмотреться то мы увидим что ну по крайней мере от у пирели две покрышки extra x и soft 410 они просто просто близнецы то есть вот если не спортсмену дадут их посмотреть пощупать потрогать там сравнить мне кажется он их не отличить если не читать надписи вот пирели они просто как-то не особо парятся с обновлением внешнего вида покрышек они просто лепит одно и то же как бы это не звучало вот эта покрышка левая на soft она предназначена для мягких грунтов она идет в комплекте с задним баллоном с лопатой то есть это по сути покрышка для песка и для грязи вот эта же покрышка mx extra x пирели ее позиционирует как тренировочную шину для смешанных для средне твердого для средне мягкого для среднего грунтов вместе с этим они внешне просто одинаковые единственное что это покрышка пятнадцатого года софтовская и на ощупь если их трогать они кажется даже что софт мягче хоть он пятнадцатого года но в принципе должен быть мягче потому что он софт это но чуть-чуть тверже хотя она новая вот и mitos тоже хотелось бы показать очень похоже тоже просто строение вот здесь два шипа в центральном ряду два шипа идут немножко раздвоено потом два шипа вместе немножко раздвоено ваши по вместе и у importe точно так же раздвоено вместе раздвоено вместе и так чередуется то же самое надрезы вот они здесь есть с одной стороны здесь тоже самое и то же самое у mitos есть такие бороздки канавки углубления. Единственное, в чем отличаются они. Это у Митаса треугольный шип идет сбоку. Не самый крайний, а вот такой средний ряд при поворотах, который используется. Он идет треугольный. У Пирельки же он почти прямоугольный, сложной формы, с небольшим скосом. Вот. Боковые упорные шипы, они, по сути, тоже очень похожи. Строение. Ну, схожее строение. Вот. Если видно. Ну, по ощупь, на ощупь, конечно, Митас мягче. Еще интересный вопрос очень. Люди очень сильно придираются к мягкости резины. Как бы, работаем уже достаточно давно, и вот Митас, он мягкий. Пирелли, она твердая. Дамлоп, где-то еще стоит Дамлоп. Сейчас я до него дотянусь. Ах, все, падает. Вот он еще, Дамлоп, есть. А, Т-81. Это... Дамлоп тоже ее называют как универсальная резина для всех поверхностей. Вот. Она тоже заметно тверже, чем Митас. Хотя это свежая резина 2018 года. Как бы... Ну, короче, как-то так. Кстати, тоже, строение очень похоже. Раздвоенный шип. Сдвоенный. Соединенный. Правда, чередование идет объединенного шипа и три раздвоенных. Ну, и пять объединенных. Вот, боковые тоже шипы очень похоже. Хотя, конечно, не так, как у Перелик. Но схожесть есть. Короче, вот, что я хотел сегодня вам сказать, ребят. Не знаю, было интересно, не было. Есть планы начать снимать такие обзорчики на резину. Какая идет для твердых грунтов, какая для мягких, какая универсалка или еще что-то. Просто можно будет пощупать ее ну и рассказать вам свои ощущения. Как-то так. Если будет интересно, отпишитесь там в комментариях где-нибудь. И будем потихоньку снимать, показывать вам модельки разные. Всем привет и до встречи.